Добро пожаловать в грушку армия клонов. С вами Каладариди, в этой серии у нас будет очень необычная база, я такую не видел нигде, мне посоветовал подписчик, база артиллерия. У нас будут стоять целых три артиллерийские пушки пятого уровня пока что, если что потом прокачаем. Вот, также спереди у нас щитовик и сверху на просто бесплатный пистолетчик, да, он доброволец. Вот здесь я вам покажу, видите, в конце есть артиллерия пятого уровня за 150 единиц, вот ее мы и будем использовать, let's go, погнали тестить. Подобрали нам соперника примерно такого же ранга, чуть-чуть поменьше, я буду начинать с левой стороны, посмотрим насколько артиллерия эффективна. Мне кажется, врагу будет сложно захватывать точки, потому что ему нельзя будет стоять долго, иначе его убьют. И, в общем, будем смотреть, насколько это эффективно. Так, начнем, наверное, я не знаю, давайте с дефендера начнем. Я хочу крепко занять позицию, мы даже, наверное, наперед выйдем, он уже будет следующую точку, возможно, захватывать. Ну, в общем, будет видно. Эффект, кстати, эффект очень крутой. Ну-ка, давай посмотрим. Эффект, вау. Новая анимация артиллерии, ух ты ж, елки-палки. Это куда будет артиллерия бить, да? Такие синенькие, синенькие звездочки, это фаеры, я так понимаю, да? Куда наша артиллерия ударит? Ну, почему-то она в рандомной точке бьет. Блин, она реально в рандомной точке бьет. Или все-таки она бьет по клонам, я вот немножко не понял этот момент. Пока что непонятно, насколько артиллерия эффективна, но будем тестить. Так, а хватит ли нам... Блин, нам на медика не хватает, вот че плохо. Давайте возьмем уроки, что ли. Заплатим хотя бы точку. По-хорошему нам бы медика взять. И занять тактическую позицию. Ну, смотри, она реально в рандомные места бьет артиллерия. Сейчас очень сложно понять, куда она бьет. Так, захватываем поливом, надо захватить точку. А теперь отступаем. Боится, боится, смотрите. Но мы будем фармиться. Хочется нанесить... Ой, сильно попало, сильно попало. Ну, неплохо нафармили. Так, не знаю, наверное, все-таки медика надо взять. Медик скинет аптеку, и тогда нам будет уже проще. Слушай, ну да, я не знаю, либо она стреляет по рандомам, которые спавнятся, либо она просто в рандомную точку. Да, возможно, в рандомную точку, я не знаю, она бьет. Блин, ну сейчас артиллерия не очень эффективна. Реально, сейчас артиллерия не очень эффективная. Так, мы еще хиляемся тут. Боже мой. Надо наперед идти. Так, артиллерия бьет. Дробовика не успел бить. Нормально, у нас 5500. Нам должно хватить на страйкера. Сейчас время захвата. Блин, сложно. Он довольно-таки хороших берет клонов. Довольно-таки неплохих. Так, ну погнали. Праздничные все такие скины новогодние. Шикарно смотрится. Праздник к нам приходит. Так, о, здравяка надо захватить по-любому. Давайте, ребят, давайте. Ну, ну же. Где, когда захват? Давай, захват по-любому должен пройти. Отлично, захватили. Так, отлично. Неплохо, неплохо. Боже мой, почему меня? Ну, почему меня никто не прикрывает? Ёлки-палки. Так. Мне надо отступить, наверное. Пока что все поровну. Пока что все нормально. Все поровну. Я думаю, стоит взять, наверное, все-таки... Давайте возьмем инженера, поставим турельку. Я думаю, это нам тоже поможет. Довольно-таки неплохо. А, следующий у нас будет захват, да? Шестая атака, это захват. Окей. Продвигаемся вперед. Занимаем тактическую позицию. Монетку бы желательно захватить. Слушай, монетка. Монетка нужна. Ох, как нужна монетка. Да почему так быстро уничтожили? Боже мой. Кто там такой? Почему он так быстро уничтожил? Да ё-моё. Что за спам-база такая? Капец. Офига себе она спамнилась. Офига их там наспамнилась. Боже мой. Так, ну мы нормально держимся. Нормально. Боже мой. Ну убейте его. 12 секунд осталось. Пистолетчик. Артиллерия. Но он по идее не должен. Он не должен. Блин, он нафармится хорошо. Убить он меня не сможет, но нафармится он прям здорово. Знатно. Так, слушай. Это получается лифт. Давайте возьмём... Блин. А нам не хватит, да? Тинкера, допустим, взять. Давайте возьмём тинкера. Попробуем занять тактическую позицию. Мы можем, кстати... Мы можем нашим дроном попробовать захватить. Так, я не знаю, где встанем. Давайте здесь встанем. Полетели. Так, и мы сверху, получается, захватим, да? Боже мой. Здоровяк. Захват, захват, захват. Блин, я не захватил. Да ты серьёзно? Я не захватил точку. Я не захватил. Боже мой, я не захватил точку. Почему? Секундочки не хватило для захвата. Просто секундочки не хватило для захвата. Да почему мне так не везёт? Почему мне так, боже мой, не везёт? Просто какой-то секунды не хватило. Теперь я вперёд прорываюсь. 900, блин! Короче, надо брать, наверное, гиганта. Брать гиганта, и он, может, нам поможет. Или джетпака взять. Давайте джетпака возьмём. Я хочу монетку захватить эту. Капец, как же сложно стало играть. Игра, кстати, я на новом эмуляторе. LD Player. И вроде пока не лагает. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, так будет и дальше. Так, стоим здесь. Как бы захватываем. Захват как бы идёт. Продолжим захватывать. Продолжим захватывать. Захватили, отлично. Захватили. Он за мной пошёл. Он за мной пошёл. Боже мой. Я разрушил. Я разрушил. У меня 1700. Ему сейчас долго будет возвращаться назад. Блин, он взял сильного клона. Но ему сейчас долго придётся идти. Я вроде даже брута, возможно, захвачу. У меня 1800 нафармлено. Но за 10 секунд он не успеет ничего сделать. Я надеюсь. Блин, как же напряжённо. Как же реально напряжённо. Но артиллерию, по-моему, мы всё уничтожили уже. Так. Что сейчас берём? Надо что-то крепкое брать. Такое мощненькое, мощненькое. Давайте рипера возьмём. Немножко зачисточку сделаем. Да, я думаю, рипер будет идеален. Но враг довольно-таки хорош. Сейчас многие хорошо играют. Начиная, наверное, с 1600 уже хорошо играют, ребята. Ну, с золотого ранга уже хорошо играют. Так, прикрываем здоровяка. Всё, пошли. Лазерка пошла. Так, не отворачиваемся, не отворачиваемся, не отступаем. Так, всё. Теперь на защите постоим. Опасно нападать, опасно нападать. Так, мы захватили. Я захватил, и он захватил, получается. Блин, меня разрушили. Боже мой, это опасно. Это опасно, что меня разрушили. Он может долететь и убить меня. Боже мой, он может долететь и меня убить. Офигеть. Офигеть. Боже мой. Как же я не рассчитал. 10 секунд. Да вы издеваетесь. Ну, потому что у него спаун база. Блин, спаун база лучше. Капец, блин. Короче, артиллерия не очень хорошая база. Но вы видели, она постоянно мажет. Сейчас, раньше артиллерия была точная. Сейчас она какая-то реально не точная. Непонятно, куда стреляет. Но мы продолжим тесте. Это была первая попытка. Погнали. Наверное, будет такая же база. Можно, кстати, можно, допустим, другого взять. Допустим, давайте Рокки возьмём сюда. Сюда Марксмен. Пусть стоит. Может быть, так будет получше. Погнали. Подобрали нам соперника. Ранг у него ещё больше. Поэтому должно быть ещё сложнее. Максимально сосредоточимся. Потому что будет нелегко. Монетки, кстати, важно будет захватить. У него лазерка. Но у него... Вот сейчас у него не спаун база. И поэтому, возможно, артиллерия сейчас будет более эффективна. И будет точно попадать. И врагу, возможно, будет сложнее сейчас захватить точки, позиции. Давайте, наверное, кстати, подэкономим. Возьмём просто пистолетчика. И данная цель будет пистолетчика. Просто захватить точку. Джетпак, я заметил, сейчас часто берут. Он реально неплохой. Он может дойти до базы и просто её уничтожить. Как мы могли видеть. Он просто помогает своим клонам. Неплохо. Его реально сложно попасть. Против него, наверное, самый эффективный это будет страйкер. Вот страйкер, да. Это прям хорошо контрит его. Ну, куда артиллерия бьёт? Смотрите, я не понимаю, куда она бьёт. Мне кажется, артиллерия сейчас в рандомные места куда-то бьёт. Она же... Она по нему не стреляет. Вы посмотрите, куда она стреляет. Просто в какие-то рандомные места. И поэтому я считаю, что всё-таки артиллерия на данный момент неэффективна. Может быть, её, конечно, поправят, и она будет более эффективна. Но пока что я бы не сказал, что это имба. Так себе, честно говоря. Так, сейчас, наверное, всё-таки стоит взять инженера и поставить... Поставить турельку. Ну, реально, вы заметили, да? Она не стреляет по нему. Я не знаю, куда она стреляет. Просто в какие-то рандомные места. Непонятные рандомные места. Видите? Вообще вверх куда-то. Тут не было клона. Тут не было никакого клона. Она просто в рандомные места. Вот сейчас. Зачем она сюда ударила? Блин. Это реально сейчас очень-очень плохая артиллерия. Так, давайте сюда поставим. Будет, мне кажется, эффективная турелька. О, ещё один. Возможно, местами она будет помогать. Врагу будет сложнее. Особенно, когда много. Может быть, против спаун база тоже неплохая. Ну, блин. Это, считай, как повезёт. Смотря куда ударит. Целых три артиллерии. И вот так плохо. Может быть, возьмём, кстати, давайте две артиллерии. И какую-нибудь получше, что ли, базу. Но будем экспериментировать. Так, третья подготовка. Давайте сапёра, кстати, возьмём. Мы заминируем его места. Нас турелька будет прикрывать. Так, погнали. Наш минёр с подарочками такой. А, на лифт не успеваю. На лифт не успеваю. Подожди. Прикинь, не успел. Так, ну, надеюсь, на этот успею. Так, один подарочек есть. Скинули подарок, просто уходим. Просто уходим. Так, кто-нибудь пойдёт вперёд? Мне сказали, надо здесь как-то постоять, позащищать. Потом посмотрим, что стало с подарочками. Слушай, ну турелька живёт моя, турелька живёт. Время захвата. Время захвата. И давайте дробовика возьмём. Потому что сейчас должен какой-нибудь, ну, более-менее крепкий клон стоять. Чтобы у него хватило жизни. Успеть захватить точку. А это очень важно. Дробовик эффективнее, что у него хороший урон. Он может, если что, отбиться. А дефендеру сложнее отбиваться. Если он на точку встанет, он просто может не попасть. Захват. Захват, 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 захват. Отлично. Всё, уходим. Уходим. У него, блин, дефендеры там ещё. Так, просто рассыпали всех. Уничтожили, смотрите, уничтожили. Блин, как же. Уходим, уходим, он сейчас разрушит. Мне надо было к нему подойти вплотную просто. Не, не успеет, не успеет, не успеет, отлично. А, неплохо, неплохо он играет. Так, время подготовки. Время подготовки. Нам нужен эффективный клон. Давайте медика возьмём, почему бы нет? Надо будет прокачать нашего медика. До девятого уровня. Потому что медик очень полезный, очень эффективный. Пока что, тфу-тфу-тфу, ни разу не забаговалась игра. Вот. И LD, LD плавер неплохой. Боже мой, боже мой, как опасно, как опасно. Уходим, 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 уходим. Разбили, разбили, отлично. Он поторопился, он поторопился. Не надо было ему торопиться. Блин, а почему он назад повернулся? Он назад повернулся и меня убил. Блин, он как чувствовал, что я тут буду. Так, а... Сейчас у нас напряжённая ситуация. Даже не знаю, кого взять. Даже не знаю. Давайте марксмена возьмём. Блин, сейчас... А, сейчас время захвата, кстати, да. Время захвата. А денег не хватает. Ладно, сейчас попробуем победить. И потом, наверное, всё-таки стоит базу поменять немножечко. У нас будет артиллерия, но будет поменьше. Мы возьмём две артиллерии, потом одну артиллерию. И посмотрим, насколько будет эффективно. Эффективность, насколько будет меняться, посмотрим. Боже мой! А, всё-таки тормозит. Не, всё-таки... Блин, ёлки-палки. Не, всё-таки тормозит, ребят. LD Player тоже тормозит. Дело, наверное, всё-таки в игре. Вот такое вот тоже случается. А, ну чё поделать? Придётся перезапускать. Может быть, в настройках там, конечно, поразбираться. Но пока что вот такие баги случаются неприятные. Не знаю, мне кажется, дело в друзьях. Я когда захожу в друзья, вот у меня какие-то баги случаются. Видите? Притормаживание. Раньше у меня такого не было. Потом я надобавлял кучу друзей. Возможно, это происходит, когда кто-то заходит в сеть или ещё что-то. Ну, в общем, у меня баги именно из-за друзей начались. Когда я слишком много друзей подобавлял. Может быть, если я все удалю, всех друзей, может быть, тогда будет лучше. Я надеюсь. Но пока что у меня только такая теория. Потому что раньше у меня тоже никогда ничего не зависало. Потом я, не знаю, кучу просто запросов было. Я кучу добавил друзей. И стали появляться баги, зависания, притормаживания. Но попробую всех удалить. Может быть, это поможет. Не знаю. Вторая моя база. Так как первая была не очень эффективна. Слишком много артиллерии тоже нехорошо. Причём они рандомно куда-то стреляют. Теперь у меня лазерная пушка. Вот она будет явно эффективная в данном режиме. Пистолетчик, кадет и уже две артиллерийские пушки. Let's go, погнали. Подобрали нам соперника. Ну, я готов попробовать сразиться. Две артиллерийские пушки. О, вертолёт. Вот вертолёт прям неплохо. Плюс у него два генератора. Должен неплохо так зарабатывать. Интересная база. Так, ну погнали. Кстати, а артиллерия сможет вертолёт уничтожить? Интересно. Так, а... С кого бы начать? С кого бы начать? Блин, там вертолёт будет опасно. Реально будет опасно. Давайте, наверное, дробовика. Он самый крепкий. И идём вперёд. Анимация, какая же крутая анимация у артиллерии. Я бы не заметил, если бы подписчик мне не сказал, что... Попробую потестить. Ну да, видите, в рандомные, просто в рандомные места куда-то. Блин, боже мой. Я, кажется... Я его убил, да? Благо, я его убил. Он реально мог добраться до моей базы, попробовать её уничтожить с первого хода. Кстати, неплохой челлендж, попробовать с первого хода уничтожить базу противника. Я думаю, это реально, если делать всё правильно. Так, идём дальше. Небольшие подглюки. Так, ну и кого я возьму? Наверное, всё-таки медик будет более правильно медика взять. Или инженера. Давайте возьмём инженера. Какой-нибудь наверх поставим турельку, чтобы врагу было посложнее добраться и сломать её. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Капец, я думал... Я думал, сейчас всё зависит. Я не знаю, вот такой... Боже мой, да ты издеваешься! Да ты издеваешься! Капец, я чуть не погиб! Мне просто один хп оставался, просто один хп. Отстрелял своё. Неужели я его ещё убью? Слушай, ну были какие-то подблюки, но эмулятор справился. Знаете, что сейчас надо делать? Надо что-ли в жертву себя принести? Потому что турельщик должен дойти сейчас... А если ещё будет один снайпер, его могут реально убить. Возьмём удар на себя. Я не знаю, я смогу его догнать? Боже мой, да что так происходит? Неужели всё зависит? Ой, дурацкие подвисания. Я не знаю, в чём дело. Вот такие вот подвисания бывают. Это другой эмулятор, LD Plower. И вот такая вот дичь творится. Эмулятор, в принципе, неплохой. Доволь-таки удобный. Возможно, дело всё-таки в моём аккаунте. Я думаю, но постараюсь с этим что-то сделать. Может быть, разработчики потом как-то оптимизируют и будет лучше. Ну, погнали, пробуем ещё раз. Подобрали нам соперника. Я так никогда ранг не подниму. Так. Ждём от разработчиков больше обновлений. Может быть, как-то это исправят. Но это только вот в данной игре вот такое случается. К сожалению. Но я верю в успех. Может быть, вообще из-за Windows. Типа надо Windows-ами переустановить. В общем, поживем, увидим, что будет дальше. Но как-то буду пытаться это исправить со временем. Так, погнали. Не знаю, опять с дробовика начнём, наверное. Идём вперёд. Просто хочу вам показать, что как бы это... Дело не в эмуляторе моём. Дело, возможно, в аккаунте. И неважно, с какого я устройства бы играл. Я думаю, даже если с планшета Apple'овского, либо же с мобильного устройства. Я думаю, было бы так же. Дело либо в игре, либо, может быть, в моём аккаунте. То, что слишком много друзей. Ну, не знаю. Мне кажется, это именно вот так, блядь. Потому что, когда я захожу в раздел «Друзья», у меня такая дичь начинает происходить. Фу, я отстоял. Он не уничтожил моё строение. А если бы уничтожил, то он не таки прилично заработал. Поэтому всё, в принципе, удалось. Возьмём, наверное, инженера. Займём точку, позицию. Должно быть попроще. Так, следующая база моя будет... Одна артиллерийская пушка. Ну, я разочарован. Не, анимация крутая. Анимация хорошая. Очень круто всё выглядит. Но, блин. Я типа ждал другого. Я думал, будут поимбовее. Ну, видите, просто в рандомные какие-то места. Да почему? Турелька отвлеклась! Турелька отвлеклась! Не того била турелька! Боже мой! Хотя бы тут починим. Турелька била нижних, а не огнемётчика. Ну, ёлки-палки. Такая вот фигня. Ну, хотя бы лазерную пушку починили. А есть вариант. Мы возьмём страйкера. Попробуем уничтожить огнемётчика. Мы по центру, наверное, пойдём сейчас. Так, погнали. Блин, ну анимации крутые. Я надеюсь, продолжат разработчики улучшать свою игру. Если вы посмотрите... У меня есть плейлист. Если посмотрите ранние версии клон-армии, вы поймёте, как она сильно изменилась. Зря он не стрелял тут огнём. Да блин, не... Ааа, почему... Одна ракета только попала. Если бы две ракеты попало бы в него, он вообще счастливчик. Если бы две ракеты попало, он бы погиб бы. Но, к сожалению, одна только ракета угодила в цель. Блин, у неё спаун базы, капец. Я, наверное, тут потусуюсь. Следующий здоровяк. А, здоровяка, конечно, желательно захватить. Так, ну и как мы это будем делать? Как мы будем захватывать? Наверное, медика возьмём. Кстати, медик будет довольно-таки неплох. На будущее. Даже если мы не захватим, там будет аптека и другое, если что, захватит. Плюс наш медик будет мешать ему захватывать. Сразу вперёд выдвигаемся. Блин, ну игру ли я сейчас прям прикольно, прям приятно поиграть. Хотелось бы старый режим, но всё-таки... Новый режим хорош, но иногда хочется в старый поиграть. Было бы возможно, было бы супер. Блин. Но он... Он всё-таки уничтожает. Он всё-таки уничтожает турельку, это плохо. О, монеточки, монеточки. Блин, как же их много. Смотрите, какая просто большая толпа. Идёт. Жёстко, жёстко. Если бы она стоила ещё 150, представьте, можно было 3 спауна. Здание построить. Это было бы просто невозможно поменить. Так. Джетпак допустим. Как вариант. Давайте попробуем. Хотя будет опасно в том плане, потому что... Ну, мы турельку сможем защитить. Мы турельку можем защитить, убив огнемётчика. А потом попробуем напасть на базу. Блин, попал в меня, попал в меня. Отлично. Получилось. У меня ещё здоровяк. Блин, всё-таки убил. Но я хотел подольше с ним поиграть. Я мог уже базу атаковать. Но хочется подольше поиграть. Так. А, блин, время захвата. Время захвата. Сейчас опасно. Давайте рейнджера возьмём. Там ещё аптека есть. Можем попробовать ему помешать захватить. Барбарианский рейнджер. Хороший-хороший клон. Можно вообще идти за здоровяком. Неплохая комбинация с рейнджером. Так, захватываем. Он сейчас наверх пойдёт. Но тут турелька у меня есть. Ну всё, если я захвачу, я победил уже. Плюс артиллерия мешает. Так, неплохо. Он не будет подходить. Мне тоже нет смысла. Я лучше пофармлюсь. Лучше пофармиться. Так, джип. Джип тоже хорош. Джип хорош. Нам не хватит на джип. Вертолёт опасно брать, потому что вдруг враг мой нападёт на меня в это время. Это было бы не очень хорошо. А тинкера взять, допустим. Давайте бастера, ладно, возьмём. Будет интересно. Вау. Прикольный у него молот. Сладкий молот. Ну, у нас сейчас... У нас сейчас много клонов. Хороших. Можут выдвигаться. И мы сейчас только отбиваться, по сути. Так, идём, идём. О, ну... Не, ну это всё, это конец. Это конец. Ба-да-бум. Ба-да-бум. Ба-да-бам. Они, они чё-то встали, смотри. Они не идут никуда. Они чё, забаговались? Так, ну победа. Нормально. Первая победа. Ну, давайте ещё придумаем одну базу. И, в принципе, на этом можно будет закончить. Ну, блин, эмулятор мне понравился. LD Player. Но, вы сами видели, всё-таки баги случаются. Баги, неважно, с какого устройства я играю. Довольно-таки интересная база у меня получилась. Это будет последняя на сегодня. В общем, лазерная пушка здоровая. На оставшиеся два пистоличка. Как видите, одна артиллерия и одна ракетная установка. Как раз-таки вот такая комбинация. Может быть. По-моему, мне кажется, довольно-таки неплохая будет. Погнали. В общем, целых две ракеты просто. Одна в случайное место, а другая прям нацелена будет. Погнали. Подобрали нам соперника. Хорошего ранга. Прикольная аватарка. Надеюсь, будет больше аватара, кстати. Надо будет тоже поменять. У меня уже дробовик. Я хочу все тоже так же приобрести. О, военный. Прикольно. Со скинами прикольно поиграть. Так, ну, сейчас давно в игру играет. Значит, нравится игра, раз поддерживает разработчиков донатом. Так, ладно. Ну, может быть, нафармил. Почему бы нет? Возможно, нафармил. Давайте роки возьмем. Мне переживать, в принципе, не стоит. Особенно на первом ходе. Потому что у меня ракета есть. Она должна нам хорошо помочь. Прикинь, да? Прикинь. Ракета пошла. Бам. Просто. Он хотел сразу напасть попробовать. А он вообще видел мою ракету? То, что у меня ракета стояла. Ну, а тут постоим. На 8 секунд мы пойдем. Вперед. Я его даже убил, слушай. Нормально. Так, теперь что мы делаем? Теперь у нас захват. И можно инженера позвать? Нет, все-таки медик будет пополезнее, я думаю. Инженер хорош, но, блин. Все-таки мы клонами ходим. И скинуть аптеку в нужную позицию, мне кажется, будет довольно-таки стратегически выгодно. Допустим, когда мы будем особенно точку захватывать. Следующую вот эту точку будем захватывать. Вот здесь бросим. Блин, помешал. Так. Хиляемся, хиляемся. Бадабум. Он вообще багуется, блин. Давайте попробуем, рискнем и возьмем команду. Я хочу пробовать его убить и помешать захватить точку. Мне кажется, это будет стратегически правильно. Главное не погибнуть. Главное не погибнуть. Собьем ему таймер. И с еще, и с еще отхиляемся. Блин. Я ему сбил таймер. Я ему сбил таймер. Все, нормально. Подожди, а он мне? Ракета пошла. Нормально. Подожди. А я не понял, кто захватил. Я ему таймер точно сбил. А, ну да. Я же красными, да, играю? Все-таки у меня получилось, да, получается? Получается, получилось. Так, ладно. Давайте, ладно, Марксмена возьмем. Он подальше стреляет. Пожди, ну я ему точно даже таймер сбил. Может, он мне тоже сбил таймер? А, он мой захватил. Он мой захватил, получается, да. А я его не успел захватить. Ну, сейчас должно получиться. Два страйкера это сила. Два страйкера это очень круто. Подожди, я не понял. А где он? Я надеюсь, он меня не убьет. Монетка отлично успела. Фу, успели добить. Слушай, ну теперь у меня очень хорошие шансы. Давайте возьмем джетпак, попробуем вообще напасть на него. Сейчас, кстати, мы можем с пятой попытки попробовать победить его. Ну, ракета хорошая. Вот это прям хорошая штука. И врагу сложно на начальном этапе тебя победить. Потому что ракета, ну, определенно возьмет свое. Легко просто убили. Смотри, такие ракеты. Просто три ракеты. Боже мой. Блин. Блин, прикинь. Прикинь, просто одно хп осталось. Просто одно хп. Ну, неплохо, неплохо. Так, кого можно взять? Кого можно взять? Она все время захвата, да? Время захвата. Два роки возьмем. Просто поаккуратнее будем играть. Роки неплох. Так, идем вперед. Ну, врагу сложно. Тут и артиллерия. И ракетная установка. Все-таки, наверное, захватить стоит. О, боже мой. О, боже мой. Опасно, опасно. Верхушку стоит захватить. Ой, ну, он тут ничего не сделает. Я ему сбил все тайминги. Блин, я боюсь, что... Ну, надо все-таки все захватывать сейчас. Он моих, в принципе, поубивал всех. Сейчас мы не победим, но следующим ходом все, можно... Все, ребят, я все захватил. Смотрите. У него просто... Он просто будет отбиваться. Ему нечем просто нападать. А джетпаку он тоже, получается, убил. Так, ну посмотрим, 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 посмотрим. Рейнджеры все. И победам. Единственный способ меня сейчас победить... Если он накопил, конечно, на страйкера, попробовать долететь страйкером и уничтожить мою базу. Это единственный шанс, ребят. Когда у вас все плохо, берите страйкера и летите прям к базе в наглую. По-другому, ну, ты просто не победишь. Тебе нужно быть просто первым. Вот и все. Это единственный твой шанс. Так, надо отхиляться. Видите, аптека, стратегическая аптека мне помогла. Но сейчас возвращаться не резон. Некому захватывать. Так, погнали. Ну, это... А смотри, мы сейчас будем дамажиться. Видите, они замедляются и дамажатся. Все, победа, чистая победа. Такое видео получилось. Извините за баги, но я хотел просто вам показать, с вами поделиться. Вот. Дело не в эмуляторе никаком, дело, скорее всего, в аккаунте. Мне посоветовал подписчик данный эмулятор. И я уже на всякий, на Bluestacks играл. На всех. То есть, если бы была реклама, я бы какую-то конкретно бы рекламировал. Нет. Это вообще у меня ничего не работает. Ни Bluestacks, ни Nox, ни... Новый... Как он? LD Player тоже не работает. Ничего не работает. И дело, наверное, в аккаунте. Вот. Нужно разбираться. Ну, а пока что всем вам до скорого. Хорошего настроения. И пока-пока. Всех с наступающим Новым Годом. Так. Буду удалять. Продолжать. Может быть, это реально поможет. Вот видите. Сейчас не... Сейчас пока не зависает. Надо удалять, друзей. А и все. И видите, зависло на определенный момент. Вот. Меня пока что вот к этому склоняет, что именно в этом проблема. Потому что, когда не было друзей, у меня все прям идеально шло. А вот после того, как стало много друзей, вот такие баги происходят. Ладно, пока буду... Ну, сейчас хоть нормально удаляется. Странно. У меня был момент... Вот, слушай. Чем меньше друзей, тем меньше зависания у меня происходит. В общем, я разберусь. Всем пока.